Всем привет, дорогие друзья! Давно я вас не радовал очередной вкусняшкой, но сегодня мы этот момент будем исправлять. И для вас я приготовил вот такой замечательный рецепт пирожного сказка. Ну что ж, не будем медлить, приступим. Значит так, для начала я беру 5 яичек и отделяю белки от желтков. Яйца у меня, кстати, категория С0. Но если у вас поменьше, то я думаю, можно и 6 попробовать. Да, кстати, 2 желтка я отделяю отдельно. Они у нас для крема. Белки я взбиваю до устойчивых пиков. После того, как мы взбили белки, добавляем сюда 3 желтка. И аккуратно перемешиваем в однородную массу. После чего я сюда добавляю 4 столовых ложки костяных отрубей. И 2 столовые ложечки клетчатки. Вы можете добавить пшеничных отрубей, но клетчатка лучше, в ней меньше углеводов. Еще я сюда добавлю пол чайной ложки разрыхлителя теста. Ну и заменитель сахара по вкусу. Ну вот, в принципе, и все. Теперь мы это все аккуратно перемешаем в однородную массу. Затем я беру силиконовый коврик. Также можно попробовать пергаментной бумагой. Капаю капельку масла на всякий случай, чтобы не прилипло все. И слегка смазываю. Затем вываливаю сюда наше полученное тесто. Все равномерно распределяю по коврику. Бисквит я отправляю выпекаться при 200 градусах. Далее берем 200 миллилитров молока. Добавляем сюда 2 оставшихся желтка. Заменитель сахара. И постоянно помешивая варим, но не доводим до кипения. А то свернутся желтки и у нас получится какая-то каша. Так что следите, чтобы не закипело молоко. Итак, после того, как у нас крем молочный с желтками остыл, я беру обезжиренный мягкий творожок. И добавляю сюда. Думаю, примерно грамм 300 я добавлю. Можно, конечно, и побольше добавить, но хватит. Все перемешиваю. Ну, а в качестве вкусовой добавки я сюда добавлю лимонного соку. Одну столовую ложку. Прошло 10 минут. Вытаскиваем. Наш корж готов. Далее берем наш бисквит и делим на равные 4 части. Ну и вот, наконец-то, пришло то самое время, когда мы будем собирать пирожнику. Делается это, как всегда, очень просто. Слой за слоем наносим крем, распределяем равномерно. Ну и сверху я посыплю немного диетическим какао. В итоге у нас получается вот такое вот аппетитное пирожное, которое неплохо бы убрать в холодильничек для пропитки на несколько часиков. Ну что ж, настало то самое время, когда я буду дегустировать нашу вкусняшку. Но вам остается только отпускать слюнки. Как же это замечательно на диете кушать такие божественные вкусняшки. Очень мягкий и нежный бисквит. Очень вкусный, необычный крем. Сочетание этого пирожное просто становится восхитительным. Обязательно попробуйте приготовить такое пирожное. Я уверен, что вы не останетесь равнодушными. И обязательно напишите в комментариях, что получилось у вас. Ну а на сегодня мы заканчиваем. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, кто меня смотрит впервые, чтобы не пропустить следующие выпуски. И до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok